Все мы разные, но объединяет нас одно желание жить в комфорте. О том, как нам в этом может помочь государство, что в наших собственных руках мы рассказываем в программе «Вектор комфорта». С вами Ольга Пырочкина и в этом выпуске. Пока не поехала крыша, в Чувашии продолжают ремонтировать дома по программе капитального ремонта. Ни денег, ни жилья. В правительстве разрабатывают новые механизмы защиты дольщиков. Где в Чувашии жить хорошо? Подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов республики. Часть собственников жилья все еще думают платить ли за капитальный ремонт. Тем временем ремонтировать жилье россиянам и в частности жителям в Чувашии уже начали. Большой объем работ в этом году необходимо завершить в центральной части Чебоксара. Многие здания здесь построены в 60-х годах. Что в первую очередь меняют подрядчики и что об этом думают жители, расскажем в следующем репортаже. Жильцам этого дома приходилось смириться с частыми потопами в подвале. Трубы эксплуатировались более 50 лет. Ржавые стояки заменили этим летом. С года постройки здесь не проводился капитальный ремонт, так что все было очень в печальном ветхом виде. Обновили, поменяли, да, как бы жильца довольны, все в порядке. По этому дому работы обошлись в районе где-то 2,5 миллиона. Капитальный ремонт нынешним летом был проведен и в этом доме. Здесь заменили не только ветхие трубы, но и старую проводку. В планах на следующие годы реконструкция фундамента и кробли. Работы, в принципе, провелись своевременно, то есть оперативно. Жалоб, по крайней мере, я не слышал ни от кого из жильцов. Электроснабжение действительно давным-давно уже, наверное, стоило поменять, учитывая, скажем так, потребности, растущие каждый день. Мы обслуживаем 71 дом в центральной части города. Касаем капитального ремонта. Наш жилой фонд состоит в основном из домов, которым уже более полувека. И за эти полвека практически никакие работы в этих домах не проводились. А, да, ну вот, пять лет прошедших, наверное, этому вопросу пристальное внимание было уделено. Проведены работы, в частности, в этом году только в девяти домах по моей управляющей компании. Мафы устанавливаем, парковка, посмотрите, какие красивые. То есть будем стараться работать. До конца этого года в республике будет отремонтировано более 280 многоэтажек. Работы проводят поэтапно. Где-то необходимо реконструировать фасад, а где-то требуют замены системы газоснабжения. Средства на капитальный ремонт поступают не только из бюджета и фонда ЖКХ. В общий котел деньги перечисляют и сами жильцы. Выполняя сегодня капитальный ремонт одного конструктивного элемента, работа на этом не заканчивается. Возвращаемся в дом в последующие годы опять же, выполняем капитальный ремонт других конструктивных элементов. Наверное, впервые такое большое ударение было сделано на капитальный ремонт системы электроснабжения. Потому что действительно во многих домах системы электроснабжения обветшала. Они выполнены были изначально по старым требованиям и не соответствуют, конечно, существующим требованиям норм и правил. На капитальный ремонт планируют направить более 240 миллионов рублей. Необходимые средства сейчас продолжают собирать жильцов домов, попавших в эту программу. В рейтинге платежеспособности лидируют чебоксарцы. Пока одни решают вопросы ремонта старого жилья, другие не могут дождаться законных квадратных метров в новом. В нашей стране долевое строительство ассоциируется с неоправданным риском и даже мошенничеством. О нынешней ситуации в Чувашии и грядущих изменениях в законодательстве прямо сейчас. Приобрести жилье в новом доме и при этом хорошо сэкономить. Такие перспективы открываются, если вы решили стать участником долевого строительства. Долевое строительство – форма инвестиционной деятельности в строительстве, которая подразумевает привлечение денежных средств, физических и юридических лиц для строительства объектов недвижимости. Участник долевого строительства заключает с застройщиком договор долевого участия. В договоре обязательно прописывается, что после того, как застройщик получит разрешение на ввод дома в эксплуатацию, он обязан передать объект долевого строительства дольщикам. Однако на деле дольщики нередко остаются и без денег, и без жилья. Специалисты считают, основная проблема в том, что финансовую деятельность застройщика никто не контролирует. После того, как застройщик получает деньги от собственника, никто не проверяет, на что он их тратит. Так, по данным, начало сентября в реестр проблемных объектов только в столице Чувашии включено два многоквартирных дома. От недобросовестных строителей пострадал 161 человек. 78 из них ждут жилье в строящейся позиции номер 3 по проспекту 9-й Пятилетки. С ноября 2014 года там возобновлены строительные работы, а в начале года с долевиками заключены дополнительные соглашения. Сейчас земельный участок проходит процедуру регистрации в рекпалате. На объекте ведутся строительно-монтажные работы, согласован проект теплоснабжения. Второй долгострой позиции 11Б по проспекту трактора строителей. Здесь жилье ждут 83 человека. Строительная компания сейчас заключила с 34 дольщиками доп. соглашение у семьи, выкупила права на квартиры, 5 участников отказываются доплачивать. Сейчас на объекте завершаются штукатурные и кровельные работы благоустройства территории. Предполагается, что оба дома будут сданы в четвертом квартале этого года. Такой счастливый конец бывает не всегда. Чтобы не превратиться из дольщика в обманутого дольщика, эксперты призывают при заключении договора обращать внимание на ряд позиций. Самое главное, я считаю, что при заключении договора на незавершенное строительство, нужно, чтобы договор именно назывался договор долевого участия. Только в этом случае этот договор будет регистрироваться в регистрационной палате. И только в этом случае органы исполнительной власти могут проконтролировать деятельность застройщика, в том числе и финансовую. Ну и второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это чтобы граждане приобретали жилье у проверенного застройщика, который не один год уже существует на рынке строительном, который имеет уже определенные объекты, где гражданин может приехать и посмотреть качество выполняемых работ. Сейчас правительство разрабатывает новые механизмы защиты интересов участников долевого строительства. Их планируют представить на совет при президенте страны уже в октябре. Вместе с тем на общественные слушания уже поступил законопроект Минстроя России, который направлен на повышение информационной открытости застройщиков. Биологические очистные сооружения, сокращенно БОС, стратегический объект, который обеспечивает жизнедеятельность столицы Чуваши и ее гордо спутника. Поступающие стоки проходят тщательную очистку, в итоге в Волгу попадает уже чистая, обеззараженная вода. За тем, что приходит и что в итоге отправляется в реку, следят сотрудники местной лаборатории. Туда заглянула и наша съемочная группа. Вот так выглядят стоки, которые поступают в приемную камеру биологических очистных сооружений в Новочебоксарске до очистки. То, что там полно всяких неприятных и опасных для экологии и здоровья человека примесей, видно невооруженным глазом. Но чтобы понять, от чего надо избавлять стоки, пробу обязательно отправляют в лабораторию. Специалисты должны точно знать состав и в случае превышения каких-либо показателей, к примеру, тяжелых металлов, принять меры еще до того, как стоки попадут на очистку. Не менее тщательные проверки подвергают очищенную воду, которая сбрасывается в Волгу. Действует лаборатория с момента основания самих очистных, то есть 1967 года. За это время многое изменилось. Одни из самых современных приборов стоят в так называемой хроматографической группе. На каждом хроматографе определенные анализы делаются в зависимости от детектора. Здесь, на этой приборе, мы определяем содержание метиленхлорида, хлороформа и четыреххлористого углерода в сточных и очищенных водах. Это опасные вещества. Это органика. Вредоносное действие органических примесей заключается главным образом в окислительных процессах, в результате которых в воде уменьшается содержание кислорода. Не сложно представить, как это может сказаться на обитателях Волги. Не менее опасны тяжелые металлы. Они нередко содержатся в сбросах промышленных предприятий. Их наличие в воде проверяют физико-химической группе лабораторий. Железо, медь, цинк, кадмий, свинец, кобальт, никель-хром. Специалисты говорят, у каждого из металлов свой спектр. На этом основан принцип работы прибора со сложным названием – атомно-адсорбционный спектрометр. В общей сложности воду проверяют по 37 химическим показателям, а еще на наличие 6 опасных вирусов и бактерий. Оборудование каждый год меняется. Устаревшее все оборудование и приборы мы все поменяли на новое, которое обладает большими, высокими техническими характеристиками. Кроме воды, источенные и очищенные в лаборатории проверяют воздух и почва в санитарных зонах предприятия и местах хранения отходов. В прошлом году лаборатория получила аккредитацию на проведение разного рода исследований. Теперь здесь могут выполнять анализы на заказ, к примеру, для предприятий республики. Результаты считаются точными и достоверными. А значит, самая большая река в Европе защищена. Во всяком случае, от отходов и жизнедеятельности двух городов. Каждый год в Чувашии проводят необычный конкурс красоты. Участвуют не модели с параметрами 90-60-90, а клумбы, газоны, придомовые территории и детские площадки населенных пунктов республики. В сентябре подводят итоги. Обычная лужайка или газон под окном их не устраивает. Фантазии, хоть отбавляя, руки золотые. Вот примерный портрет участников конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов Чувашии. Его проводят с 2005 года по пяти номинациям от территории, учреждений, соцсферы до отдельных улиц, дворов и даже частных придомовых участков. В этом году на суд жюри представили 47 материалов. Оценка объектов производится по наличию, количеству и качеству площадян имеющихся газонов, цветников, деревьев, кустарников. Также оценивается наличие малых архитектурных форм, их качества. Далее наличие искусственных водоемов, фонтанов, альпийских горов. Первая категория территории и учреждений соцсферы самая многочисленная. Победителем в нем стал детский сад Рябинушка города Шумерля. Самые благоустроенные улицы признали улицу Подзаходниково в селе Порецкое. Кридомовую территорию лучше всех обустроили жители одного из домов АллатРа. В этой номинации в призерах оказались и чебоксары, постарались пенсионерки дома номер 23 по улице Патриса Лумумбы. Специалисты говорят, уровень участников растет, вкус развивается. Шедевры в виде разукрашенных пластиковых бутылок и прибитых к деревьям мягких игрушек встречаются все реже. Победителям помимо эстетического удовольствия полагаются денежные призы. Призовой фонд составляет 582 600 рублей. Распределяется он между победителями конкурса пропорционально и его цель – это использование на внешнее озеленение, на благоустройство, на эстетическое оформление территории. Основная цель этого осмотра конкурса – это пропаганда и распространение лучших практик. И такая пропаганда действительно работает, ведь все хотят не хуже, чем у соседей. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин